Далее правовые новости от компании Гарант. 450 тысяч рублей на погашение ипотеки получат многодетные семьи. Президент России подписал закон о предоставлении многодетным семьям государственной поддержки в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере не более 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного кредита. Он вступил в силу 3 июля 2019 года. Получить данную выплату смогут граждане России, мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети, и которые являются заемщиками по ипотечному кредиту. Доходы, полученные многодетными семьями по программе господдержки в части погашения обязательств по ипотеке, освобождены от уплаты НДФЛ. Если сложить 450 тысяч рублей с материнским капиталом и налоговым вычетом, получится весомая поддержка для многодетной семьи, говорят эксперты. С 1 ноября 2019 года вступает в силу требования Европейско-Азиатской экономической комиссии, которые утверждают использование электронных паспортов транспортных средств. То есть с этого момента бумажные паспорта на вновь выпущенные или ввезенные автомобили перестанут выдаваться. С 1 ноября 2019 года свидетельства о регистрации транспортного средства и бумажный паспорт транспортного средства будут выдавать по новым формам. Формы претерпели незначительные изменения. В частности, в СТС добавятся указания на одобрение типа транспортного средства, но исчезнет строка – мощность двигателя. А в ПТС строки, разрешенные максимальная масса и масса без нагрузки, будут переименованы в технически допустимая максимальная масса и масса в снаряженном состоянии. Появились рекомендации для предпринимателей по вопросам блокировки счетов. Информация размещена на официальном сайте Банка России. Его подготовили представители Торгово-промышленной палаты России, Агентство стратегических инициатив и общественное объединение. Рекомендации включают инструкции и практические советы, которые призваны помочь бизнесменам разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета кредитными организациями. В частности, поясняются права банка при выявлении операций, имеющих признаки подозрительных или признаки операций, подлежащих обязательному контролю. Причисляются действия банка по истечении периода рассмотрения полученных документов и информации, а также правомочия по совершению действий в отношении клиента, имеющего повышенный уровень риска. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.